Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале Юлика Лайф. Ну что, те кто знает и следит за нами, я 4 сентября начал свою учебу в училище в городе Хельсинки. Училище называется АМИЭДУ. Поступил я на сантехника. Забегу немножечко назад, скажу, что я поступал в стадии на Аматиописто. Я поступил, но, к сожалению, биржа труда мне не одобрила поддержку, то есть мне отказали в выплате пособий. Я поступил уже в АМИЭДУ и в этом училище биржа труда мне все одобрила и я буду получать полностью все пособия. Спокойно смогу учиться, 11 месяцев у нас будет обучение и по новому закону я теперь смогу сдать полностью образование. Не пройти какие-то курсы начальные, частичные, а закончить свое полное образование Перу Студкинто на сантехнике. Все это будет трудно. Если я это не успеваю за 11 месяцев, то мне надо будет ОПИС, ОПИМОС и много всего другого. Но, друзья, это настолько все запутано. Я обо всем этом вам расскажу в одном из следующих видео. Также вы много информации найдете из прошлых видео. И Юля очень много видео делала, и я делал видео, как я поступал, что какие экзамены были. Так что вы все это найдете в плейлисте о учебе в Финляндии. Все в ссылочках, все будет в описании. Смотрите. Это Айкушописто, то есть это училище для взрослых, там не учатся школьники, то есть это уже для тех, кто захотел либо переквалифицироваться, как я, поменять полностью профессию, либо кто-то хочет доучиться, либо какие-то экзамены хочет сдать. То есть там очень много ответвлений, очень много профессий. А в этом видео поедем посмотрим училище, как оно выглядит, что у нас там находится внутри. Покажу вам внутреннюю жизнь, как у нас все устроено и как мы учимся. Будет интересно. Погнали! Ну и, наверное, как и во всех больших городах, на оживленных трассах очень часто бывают пробки. Особенно пробки здесь в час пик у нас после рабочего дня. Рабочий день в Финляндии в основном, ну, практически везде заканчивается полчетвертого. И поэтому здесь, начиная с полчетвертого до часов пяти-шести пробки по-фински, это рухка. Вот тут наша школа. Вот это здание Амеду. Ну, мы приехали на парковку. Путь от парковки до школы составляет примерно пять минут пешком. Одна из немногих парковок, которая разлинована очень широко, то есть практически метр между машинами получается, если не больше. Видите? Эта парковка абсолютно бесплатная. Как вы видите, здесь у нас станция электрички. Дорога до школы составляет у меня примерно 25 минут на машине. Ну, также можно ехать на автобусе, это уже будет значительно дольше, примерно час. Теперь пойдем познакомимся со школой. Я вам покажу, где я учусь. Тут у нас бар и ресторан. Дорога до школы. Дорога до школы. Тут у нас уже сама школа. Так она выглядит. Тут аудитория. Идет урок. Тут у нас зона отдыха и класса. Колоночки. Доска. В каждом классе обязательно у нас есть проектор. Класса просторная. Необычные парты такие, ромбовидные. И обязательно место посидеть, если надо отдохнуть. Большие окна, светлый класс. Как вы видите, эти стены все у нас раздвижны. То есть она может раздвигаться. Перегородка между классами. Я так понимаю, чтобы сделать одно большое пространство, если надо. Вот такие классы у нас. В школе у нас три этажа. Можем подняться по винтовой лестнице, так и на лифте. Посмотрим, что у нас на первом этаже. Ну, во-первых, у нас тут сразу же класс. Все различные смесители, унитазы, краны. Как вы видите, все различные очистительные тут системы, фильтры. Тут у нас винтовая лестница в подвал и на верхнем этаже. Тут очень много туалетов. Вот этот класс. На первом этаже тут также есть зона отдыха большая. Тут находится вот такая будка. Где можно позвонить по телефону в полной тишине, чтобы вам никто не мешал. То есть... В нее входим. Тут вот такой стульчик. И звукопоглощающий материал. Маленькая комнатушка. Она полностью сделана с такого материала. Звукоизоляция, чтобы толстенные стекла сантиметровые. Ну что, поедем на лифте наверх и посмотрим, что у нас там находится. Лифт с обоих сторон прозрачный. С обоих сторон у нас двери. Как вы видите, и с этой стороны двери, и с той. На третьем этаже у нас тут проходят всеразличные курсы. Как у медиков, так и у всеразличных. Видите, тут машина, аппараты всякие. Уборочные пылесосы и все такое. Тут мы сразу видим общую кухню. Ну, как всегда, мы тут можем пользоваться всем чем угодно. Там и чайники, кофеварки, холодильники, микрухи. То есть, все в нашем распоряжении общего доступа, скажем так. Тут и мусорники сразу встроенные. И, как вы видите, здесь у нас очень много всеразличных туалетов. Вот, к примеру, женский, мужской. Там следующие туалеты уже идут для персонала. А дальше у нас интересная дверь, которая выходит у нас в коридор и в другую секцию вообще. О, куда мы вышли. На третий этаж. Вот тут у нас лифт. Как видите, там опять у нас кухня. Кухня и зона отдыха. На верхнем этаже тут, как я понимаю, находится учебный корпус у, кто занимается уборкой. Место, где можно отдохнуть, посидеть, расслабиться. Лифт. Очень много разных кабинетов здесь. Вот, везде идут сейчас уроки, лекции. Вот, на втором этаже у нас тут. Также место и зона отдыха. Впереди компьютерный зал. Компьютерный зал. Тут у нас стоят компьютеры. Как вы видите, у нас компьютеров как таковых нет. Все у нас упрятано сюда. То есть тут мышка, по идее, тоже не нужна. Тут все у нас. Можно пальцами жать по монитору. Также есть тут принтер, бумага. Все распечатать надо. Все есть. Такой большой, обширный класс. Любой желающий может прийти в любой момент и воспользоваться услугами этого класса. Также там можно посидеть, отдохнуть. Сделать какие-то записи. Очень много уделено места зоне отдыха, чтобы могли все отдыхать. Так вот, все чистенько, красиво сделано. Тут тоже какие-то экзамены, тесты с наушниками. Возможно, тут экзаменационная комната. Вот, кухня. На каждом этаже по две-три кухни и просто очень-очень много туалетов. Видите сами. Вот такие туалеты здесь. Зеркало. Электрические экраны здесь автоматические. Вот тут вот. Тут очень много туалетов, как больших, так и маленьких. Видите, тут большой туалет, то есть тут с кабинками. Кстати, тут система такая, что без какой-либо воды сберегающие. И также тут у нас автоматические экраны все. Сушилка. Если надо руки вытирать. И, конечно, тут мыло есть. Также на кухню вы можете принести свой кофе, заварить. Пользоваться микрохой, холодильником. Везде всякие памятки, чтобы выбрасывать мусор. Здесь тоже, как видите, раздельный мусор. Здесь все расписано, куда что кидать. Такие мусорники везде стоят. Тут еще один туалет. То есть тут туалетов просто множество. И тут еще на втором этаже такая сделана кухня. Тут даже есть такая комната, как непонятная тут, наверное. Не знаю, что это за комната, честно говоря, интересная. Закрытая я туда не попасть не могу. Ну и наверх тут у нас идет лестница. Наверное, уже куда-то на крышу в верхней этаже. Я не знаю, что там может быть. В другой корпус ходим. И тут сразу же опять тоже самая большая зона отдыха. Мы сейчас на втором этаже. С третьего пришли на второй. Тоже много места, где можно отдохнуть, поваляться. Да, вон что. То есть мы на втором этаже сейчас. Пойдемте на первый этаж. Посмотрим, что на первом этаже. Ну вот, первый этаж. Сразу как мы входим, там впереди вход главный. А здесь наши кабинеты, где мы занимаемся. То есть у нас тут идет занятие таким образом, что два дня у нас в зале, два дня у нас в классе. И один день у нас на домашнее задание дают. И вот так выглядит наше здание изнутри. Три этажа, напомню, у нас тут. Покажу вам, что находится у нас на улице. Ну, тут сразу же у нас у входа есть план, где находятся у нас огнетушители, всякие медицинские шкафчики, как все расписание, как что работает. Рекламки маленькие тут. Ну вот, как вы видите, тут у нас на улице находится веероспайка, то есть это гостевые места. Сюда может поставить любой ученик или кто у нас посещает эту школу. Здесь немножко мест. И также вот тут есть места. Главный вход нашей школы. Вот тут сзади еще немножечко есть мест. Это у нас гараж для работников этой школы. Тут еще, видите, есть немножко свободных мест. Будка стоит, но у нас там все эти газовые баллоны стоят. В этом синем контейнере у нас всякие наши инструменты, материалы расходные. Контейнер-склад, где находятся все материалы наши. Ну что, а тут уже у нас работные залы совмещены с кабинетами. Тут у нас абсолютно все инструменты. Любой желающий может их взять во время урока, когда надо. То есть тут сами видите, все и электро, и ручной инструмент, сверла. Все-все-все. Даже сварочный аппарат есть. Вот у нас лекционный зал. Маленький. Есть закрытые классы. Есть аудитория здесь. И также, как видите, здесь такой на рабочем прямо так месте маленький зальчик сделан. Станки по нарезке резьбы. Здесь тоже учебные места, где сдают экзамены. Как правильно все соединить, все соединительные. Также тут есть все отопительные системы, котлы. Все это, как видите, надо будет сдавать экзамен. Кто на что учится. Наверху прямо целые комнаты надо будет сдавать экзамены. Все различные соединения. Бойлеры, отопительные системы, котлы. То есть тут все серьезно. Ну, тут вот уже душевые все подсоединять надо уметь. А тогда я к примеру душевую комнату. Вот такой вот. Надо сделать такое помещение надо подготовить, к примеру. Первая необходимая помощь медицинская также. Довольно большое место у нас, где мы практикуемся, учимся сварке. То есть тут все различные, как вы видите, и газовые сварки, и электродные, все различные. Тут у нас станок отрезать все эти металлические трубы. Тут проверка давления. 10 атмосфер, если надо нам проверить. И вот тут всякие заготовочки, экзамены сдают. Вот такую пайку надо будет сварку сделать и накачать 10 атмосфер, чтобы все держало. Вот такой у нас маленький цех. Тут у нас вот вентиляция есть. Сваркой занимаемся, включаем вентиляцию, и все у нас работает. Лапана, все эти вентили. вот такие у нас рабочие места здесь. Не рабочие, а ученические места. Вот такой вот цех. на улице у нас стоит будка, где стоят все газовые баллоны основные. здесь у нас наждаки. Шкаф для электродов. Мелкий инструмент, какой надо. Вот такой вот у нас цех. Многие замки снабжены вот таким электронным ключом, который нам выдали в начале учебы под роспись. Открывает он. Ну, все. Ну, что, мы в подвале. В подвале у нас тут находятся раздевалки, автопарковка для персонала, грузовой лифт, ну, и всякие подсобные помещения. Ну, и, конечно же, одно из основных, тут сплинкерный цех и жисянчики, вентиляциончики прямо. Сейчас я вам там вставочку сделаю, когда мы ходили в зону на экскурсию, нам показывали от пелти, плягали. А здесь наша раздевалка. Также тут есть тут раздевалка, там, там, то есть тут. И все раздевалки примерно одинаковые стандарты. Раздевалки, как вы видите, тоже есть. Раковина, мусорник, умывальник, все шкафчики на электронных замках персональных. И тут у нас два туалета. Автоматически включается свет. Вот так, все чистенько. Также тут имеются душевые кабины, если нам надо помыться. это боковой вход. Здесь у нас курилка есть. И вот такой вход. Здесь, кстати, у входа курить нельзя. Здесь есть парковка такая для велосипедов. Сразу же остановка у нас, если кто на автобусе приезжает. Ну, кто-то не пристегнул велосипед или не знаю, не осторожно кто-то поставил. Вот такая вот у нас школа. У входа тут сразу есть такой план, где расписано, что, где и как. Вот так выглядит наша школа. Здание у школы довольно большое. Оно такой необычной формы. Вот она, можно сказать, вот отсюда идет вот таким треугольником каким-то непонятным. Большие помещения еще под землей, где у нас раздевалки всякие, цеха. Я ознакомил вас со своим училищем, которое находится в Хельсинки. Называется оно Амеду. И, как вы поняли, учусь я на сантехниках. То есть, моя профессия будет Кутки Асентея. Друзья, всем, кому это видео было полезным и интересным, обязательно им поделитесь. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения, море позитива. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok